О, слава Богу. Так, подожди. Наконец-то. Дозвонился. Так, подожди, Сергей, сейчас я зайду. У нас утренняя запись, события дня, записывается. Я маленько не рассчитал. Тут еще утром. Куда? Через часик я перезвоню. Или так через пол. Так, сейчас я отведу маленько. В сторонку. Так, доброе утро. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Мы с вами давно договорились. И уже даже в роликах сколько раз вы... Ну ладно, да, да. Вы, говорит, спрашиваете. Мало ли еще. Да, ну, ну что это, я думаю. Все время это самое записывали. И вдруг я скажу, нет, и все, что ли. Зачем это? Пусть, если еще полезно, люди смотрят. Может быть, еще полезно получится. Да, да. Если полезно, а не полезно. В общем, у меня несколько вопросов. Один вопрос такой вот. Там был разбор священописаний от 28-го, 10-го. Вот. И там наш любезнейший дедушка Михаил, деда Миша. Ну вот, как Гордеев, да? Михаил Гордеев. Он, как сказал, постер такой вышел. И он там в этой майке написано их беншайзе. Да. Ну, я думаю, надо убрать. Ну, нехорошо смеяться. Все-таки наш брат, пожилой уже. Он говорит, что он так вы... Все-таки некрасиво. Мы-то понимаем, что это... Зачем так унижать человека? Он же не зная надел. Так, давай по порядку. Другое. В чем унижение-то? Я ему майку не посылал. Надевать не надевал. Он не знает. Он не знал этого. Он надел. Ну, и что из этого-то? Из этого надо полезное извлечь, а не прятать. Попутно поясняю. Заметь, что он опровергает. Ему тут же говорят, что может быть плохое написано. Он говорит, нет. Ему как раз это и надо. Тем более, я сверился. Из Германии сообщили. Из университета. Какой перевод? Такой, какой я даже... Кашпар. Ну, понятно. Это я знаю. Но так нельзя. Ну, хорошо. Сергей, идет у нас запись по скайпу занятий. Он сидит в майке. И что, я теперь вырезать его буду? Что смеяться? Нет. В майке пусть он остается там в этих занятиях. А постер... Постер на первом. Ну ладно. Где он во всю грудь такой сидит. У него претензий-то нет. Почему вы за него ходатайствует? Он-то не... Ну, я ходатайствую, потому что, ну, все некрасиво, брат. Не надо, не надо. Посмотрим. Какой-то... Так, он вас и уполномачивал. Прошу больше на это не поминать. Он ко мне выходит, беседует. Мы с ним знаем все больше тридцати лет. Зачем мы в это вмешиваем? Я знаю. Он неприятно. Ладно, у нас ссора. Сергей, кто, говорит, вмешивается в ссору, тот хватает пса за уши. Ага. Понимаешь? Так что здесь полный порядок. От него претензий никаких нет. Да я его и не заставлял надевать ее. Ну, понятно, что не заставлял. Просто он по незнанию надел и обкакался. Это соответствует жизни его. Я еще раз говорю. Поэтому он и надел ее. И он это понимает. Мы вчера с ним уже говорили. Он хочет, чтобы похоронили его в Потеряевке. Наши отношения очень хорошие. И ходатай тут не нужны. Мы разберемся. Я ничего не добавил, не обозвал. Я просто перевел, дал озвучил, что означает это прежде. Сам не поверил себе, когда просчитал. А потом давай звонить преподавателю немецкого языка в университет. Потом из Германии. Тут уж стопроцентная гарантия. У меня племянница там замужем. И он стоит рядом с ней. Он немец природный. Он по-русски не разговаривает. Ну, я сразу понял, что написано. Я сразу понял, что написано. Ну, просто человек-то пожилой. Ну, все. Брат, брат. Брат. Восемьдесят два года и живет, как на майке написано. Пьет, курит, матерится. Брат, брат. Он уже бросил. Он бросил. Он бросил уже сколько раз. Бросить легко. И еще легче поднять. Бросил, когда три года в рот не будет брать ничего. Тогда сказать бросил. Он не бросил. Его борода колет. Колоть может того, кто к тебе прикасается. Но это не твоя щетина, а тебя колет. Тут явно, что дурит. Ну, да. Что-то в общем-то. Я ему говорил. Не трогать. Не в очко не попал ты. Стрелял в пустоту. Не надо это. Давай. По делу говори. Потом еще вот с братом Александром я провел там встречу. с Андрусенко. Ну, вы знаете Андрусенко. Ну, ну. В общем, он меня очень опечалил. Очень опечалил. Почему? Я ему говорю за церковь. Ну, он сначала, значит, говорил, что Господь создал церковь. Братада ее не одолею. Он говорит, нет. Церковь это будет в будущем веке, а сейчас церковь имеется как бы община. Я говорю, нет, не община. Есть, говорит, церковь, как мы члены, а вместе церковь. И, как сказать, есть церковь вселенская. И много раз об этом священописании. Говорит. И фиасинам, и пифисянам, и колоссаем, и коринфянам. Когда говорится о вселенской церкви, что она создана. Апостол Павел об этом говорит, что церковь есть. А он, как бы, получается так, что в будущем веке сейчас как бы на земле не в церкви, а спасается кто как хочет. Вот только священописание, и священство тут как бы ни при чем. Кто как хочет, кто спасается, кто может, в общем. А церковь будет, это Христос, когда уже в будущем веке. Я говорю, ну, вот это вот уже ересь страшная. Вот. Никак-то я не могу с этим согласиться. Вот с ним поговорил. Ну, хорошо. Давай, Сергей, коротко давай посмотрим. Деяние 8.3. Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин. Кого терзал? Церковь. Деяние 8.1. И что, великое гонение на церковь, когда в будущем веке? Нет. Дальше, я прочитаю сейчас, подождите. Деяние 5.11. Великий страх объял всю церковь. Дальше. Деяние 12.5. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась. Церковь. Ну, по порядку считаем. Прибыв туда, собрав церковь. Деяние 14.27. 15.3. Деяние, вы провожены церковью. Деяние 15.4. 15.22. 18.22. 20.28. 1 Петра 5.13. 3 Иоанна 1.6. Рильману 16.4. 1 Коринфянам 11.18. 1 Коринфянам 11.22. 14.4. 14.5. 14.23. 15.9. 1 Коринфянам все. Галатам 1.13. Эфисянам 3.10. 21. Эфисянам 5.26. 27. 29. Филиппийцам 4.15. 4.15. 1 Тимофея 3.15. Облако свидетелей, где говорится о церкви. И поэтому, если это не признавать, тогда Библии нету. Это быть врагом церкви. Врагом от бездействия. Вот в том-то и дело. Ну, как бы вы во многих случаях поменяли поместную церковь. А вот я вселенской церкви ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорбей крестовых за тело Его, которое есть в церкви. Да. Это Колоссянам 1 глава. Да. В общем, 22 стих. 24 стих. Это 24 стих. А, 24 стих. 24 стих. Все правильно. То есть 24 стих. Где говорится именно о вселенской церкви. Ну, все понятно. Понятно. Это любые сектанты все понимают правильно. А это куда уже залезти надо? Я думаю, что он просто испытывает. Александр не может так говорить. Нет. Два раза уже я с ним беседовал. И два раза он так говорил. Ну, не знаю. Я недавно большую беседу. Он на меня вышел сам. И в этой беседе говорили обо всех вещах. Я говорю, я выставлю тогда. Ник под каким видом не согласился, что беседу выставили. О чем это говорит? Почему он не согласился, не дал разрешения выставить нашу беседу? Так, не знаю, как он испытывает. Когда, если нет священства, ну, церковь движется на рукоположение, на священстве. Ну, священство это так, неважно, хоть и рукополагали в первой церкви. А вселенской церкви, как таковой, нет. Границ у церкви нет, получается, в настоящее время. Это будет в будущем веке, когда придет Христос. А сейчас, в общем, я говорю, ну, а в чем причина? То же в нечестии людей каких-то, которые тебе кажутся, а ни в чем. Все должны быть у тебя благочестивы, что ли, по-твоему, жить? Никогда такого не было и не будет. В веках такого не было. Он, ну, там, я это понимаю. И, в общем, ну, в общем, не знаю. Он даже... Оснований у него никакого нет. Вот в его учении, чтобы вот против церкви, видите. Просто какой-то упрямца такой вот. Уперся, и все. Сергей, я с ним говорил. У меня на душе спокойно о нем. Я не могу объяснить, почему. Мне кажется, он просто нас испытывает. О, не знаю. Не знаю. Я два раза говорил, и два раза вот такое у меня неприятное ощущение. Почему? Потому что церкви, он говорит, что... Можно там подшучивать, по-разному испытывать. Но, говорит, что в настоящее время нет церкви. Все-таки он не мальчишка, не какой-нибудь, а взрослый муж. Ну, еще раз говорю, у вас неприятные ощущения. Я с ним разговариваю и каждый день молюсь о нем. И беспокойства никакого о нем нет. Я не могу объяснить, почему такое состояние. Как будто бы он нарочно все это говорит. Ну, не знаю, я вот так считаю. Сергей, я проверяю себя на молитве. Я спокойно относительно его не могу объяснить, почему. Хотя он говорит, ну, то, что вам говорит. Но, вот, ни под каким видом не согласился нашу беседу выставить. Я говорю, я говорю, мои слова и ваши. Тут только мы двое. Теперь, почему против-то, чтобы выставить? Значит, ты не хочешь, чтобы твои слова слышали. Ты же о себе заботишься сейчас. А почему? Значит, ты внутренне уже понимаешь, что ты не прав. Я тогда Сергею Козлову говорю. Ты поговори с ним, чтобы он разрешил мне выставить. Походотайствуй. Но пока ответа нет. Я молюсь и на душе совершенно спокойно. Вот в чем дело. Мы с Козловым Сергеем тоже говорили об этом деле. Об Александре говорили. О вас тоже. Он тоже беспокоится, в общем-то, об Александре. Как и я. Сергей не просто беспокоится. Он плачет об этом. Он очень скорбит. Вот один человек вышел на меня, Дмитрий. И он специально вышел. Когда вместе беседовали, то Дмитрий был против. А теперь хорошая беседа. Так Сергей утром попросился ко мне на пять минут меня, так сказать, примите, сказать, как я Богу благодарен со слезами, что у Дмитрия подвижка пошла к православию. Вот какое дело. Сергей, он очень переживает. Неверующий этого делать не может. Не, ну, Сергей, слава Богу. Вот такие вот неутешительные с братом Александром. Ну, потом посмотрел с Сергеем вот этот вот ролик. Меня просто возмутил за Демуха, когда он это самое. Вот совершенно, действительно, как вы говорите, человек абсолютно опустошенный. Пустой. Пустой просто. А вы о ком говорите? Демуха. А, он не просто пустой. Это вражина. Там мои комментарии, посчитайте внизу. Он в потерянке жил. Мои комментарии, четыре комментарии, четыре комментарии, прочитайте. Это коварный лжец, коварный лжец, разрушитель. Разрушитель семейной жизни других. Это прелюбодей в самом высочайшем, худшем направлении. Еретик из еретиков. Злодей из злодеев. Грань, где хулица Дух Святой, он перешел. Возврата как будто уже нет. Невозвратная точка. Ну и, естественно, о возрождении свыше. Вам, конечно, много задавали вопрос о рождении свыше. Как бы, ну, мне как бы открывается вот мое понимание. Значит, первое – это дары Святого Духа, которые может быть даны любому человеку. Крещёному, некрещёному. И Дух дышит, где хочет. И, как сказать, звук его слышим, он как приходит и уходит. Так бывает с каждым рождённым от Духа, да? Это о рождении свыше. Это не о дарах. Тут не о дарах говорится. Нет, это о рождении свыше. Но дары Духа – они тоже временные. Ну, как бы даны дары Духа. Даны могут быть любому человеку. Это один момент. Второй момент – это встреча с Богом. Когда человек встречается с Богом и со Христом. Когда Христос, он понимает, что Христос – его искупитель, и всё. Без него он, ну, не спастись, ничего не может. То есть, всё. Это, получается, он становится рабом Христовым. Но это и эта встреча с Богом и любовь к Богу, посвящение себя Богу, сразу служить Ему. И это тоже ещё не рождение свыше. Рождение свыше – это как бы усыновление, когда человек становится чадом Божьим. Как я это понял? Недавно совсем мне Господь это открыл. Я думал, что значит. То есть, в любом состоянии, когда человек находится с Богом, ну, рождён свыше, он, конечно, Дух, он приходит и уходит. Но он понимает, что он чадо Божие. Он всегда благодарит Бога и всегда с Богом он чадо. В любое время, в любую эпоху, когда кем бы не родился, рабом. Где бы, в какой ситуации бы не был. Почему? Он всегда благодарен Богу. Он не смотрит на прошлое, говорит, вот как, вот я верующий. Но если бы я ещё был бы богат, если бы у меня ещё хорошая жена была и хорошие родители, о, тогда я бы такой был бы святейший, рассветейший. А тот, кто рождён свыше, тот видит ситуацию, что он за всё всегда благодарит Бога. И всегда из любой ситуации он выходит и видит добро, потому что он чадо Божие. Он рождён от Бога. Вот. А уже крещение Духом Святым и огнём, это уже четвёртая ситуация. Вот как бы, вот так вот. Что вы думаете? Тут сегодня об этом говорить, если человек даже не расположен кому-то. Зарядите, отец Геннадий фаст, а рождение свыше. И сразу будет добавить к этому ничего нельзя. Я отмечаю самыми простыми словами. Вот мне подмечают, это качество дал мне Бог. Самые сложные вещи выражать своими словами. Вы найдите, что такое уныние? Уныние. Посмотрите, у подвижника Марка об этом что говорится, об унынии. Плохо выполнена работа. Я сейчас не кончил, Сергей. Я не кончил. Вы вопрос задали. У меня ответ простой. Уныние – от плохо сделаны работы. Проще некуда. Почему? Плохо молился, не верил в уныние. Плохо – не установил отношения с кем-то, у тебя забота была о другом. Вот и все. Так и здесь. Рождение свыше предполагает. Первое. Признание себя грешником. Погибшим окончательно безвозвратно. Никакие добрые дела тебя не спасут. Делами никакая тварь не спасается. Вот первое. Первое. Сегодня у православных вот это не включается. Ну я, да, я не такой маленький, где-то не так, но маленько подмарапетить можно. Как патриарх Алексеев II говорит, мы должны реставрировать человека. Он вообще как неверующий говорит. Его нельзя реставрировать. Мертвых по преступлениям оживотворил. Вторая глава, пятый стих Кипися нам Павел пишет. Оживотворил. Мертвых во время. Мертвых – это скотомогильник. Люди дохлые. Пришел к погибшим овцам Израиля. Погибший овца. Ты видел, как она лежит? Она смердит. И она никому не нужна. Ее щерви. Вредные насекомые там грызут. Могильные щерви. Первое. Второе. Когда он это осознал, надежды никакой нет. Никто никого не спасет. Никакие ходатая. А что дальше? И он взял грехи наши. Поверить, что за нас сошел на землю Христос. И удовлетворил Божьей справедливости. А что? Это католическое понятие юридического спасения. Правильно у католиков понимают? Правильно. Вот в этом вся суть. Почему? У Бога нет сущности. Так Бог всемогущий. Это надо объяснить, что такое всемогущий. Бог не все может. А как так? Очень просто написано. Бог не может отречься самого себя. Бог не может солгать. Вот это надо сказать. И поэтому Божья справедливость такая, что грех Бог не может простить. Так он не может за так простить. Я добавляю слово за так. Он не может. Ну, из пролития крови не бывает прощения. Я сейчас объясняю. Возмездие за грех смерть. Если бы можно было просить Бог любовь, он простил бы. Если бы можно просить было Адама, он простил бы. Но за малое прегрешение Адама уже умерло 100 миллиардов. 100 миллиардов могил. Неужели не понятно, что наши рассуждения о Боге должны основываться только на страницах Святой Библии. Во свете Святой Библии. И поэтому мы понять должны, что за нас умер Христос. Златоуз говорит, присваивай себе сказанной Библии. За нас, ты скажи, за меня. Вот это у баптистов очень хорошо понимает. Лично мой Спаситель. Они это понимают, православные не знают. А у них там Матронушка, кто угодно будет, спасла, помогла, дочь замуж выдала. Когда мы это понимаем, вот это у тебя уже две ступени. Третья завершающая. Крещение. Руками священника, если есть такая возможность. Троекратное погружение, 50 апостольское правило. Откуда вы это берете? Деяние апостолов. 2 глава 38 стих. Покайтесь. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христом для прощения грехов. Прощение не в покаянии, а в крещении. Обытие грехов, когда человек приходит. Первый раз приходит. Вот это и есть. 22-16 деяния. Встань, крестись и омой грехи твои. Вот здесь рождается новый человек. У него другая наклонность, другие желания, другая специальность. Поведение домашнее. Все другие. Вот родные, самые близкие люди. А самые близкие это отец, мать. А они в тебе заметят эту перемену в тот же день. Понятно? У меня стихотворение, я моему отцу писал. Он у меня и выпивал крепко, и матерился, и иногда и закурит даже. Ну, это раз в году было. Я пишу, как в басе «Надобно ж беде случиться, греху служить смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа». И отец гулял, и там кто-то начал говорить, а что у тебя сын-то вот учился так, и что он-то верующий. И отец мой, за выпивкой даже, о сыне моем не говорите. Если верить, то верить как он верит. Отец, который не потворствовал детям своим, у нас десять детей было. Вот как. Вот как. Моя жена что-то не так сделала, а моя мама Мария Егорная говорит, «Надя, Надя, а если бы Игнатий-то не верующий, что бы сейчас у вас было-то здесь?» Как у меня дядя, жену свою подтянул за косы, топор в руки и на чурку. Вот как. У меня дед мой, отец у меня Тихон Дмитриевич, он Дмитрий, он приехал, мы Рязанские, из Рязани, приехал там что-то, они принадлежали к старобрядцам белокринитской иерархии со священством. А брат у него у деда, то есть двоюродный мой дед, глухонемой, а ему говорят, Дмитрий-то приехал, он дом отнять. А дед приехал, сходил в баню, это потом мне отец рассказывает, и сходил в церковь и причастился. Прищастился, пришел и за столом обедает, и мать сидит рядом. А этот глухонемой на него кинулся, я не знаю как звать его, и его в руках гиря, и он как начал убить гирей, а он кричит, мама, он убивает меня, он ударил в висок и убил его за столом. Это в моей породе, двоюродный дед моего родного деда убил. И это где-то сказывается. И вот она, мать говорит, то есть перемену во мне заметили самые близкие. Самые-самые, которые меня знают от рождения, перемена мгновенная, вот это рождение свыше. И тебя уже никакие тюрьмы, лагеря, пытки никуда не свернут. Ну вот я и говорю об этом, что рождение свыше уже все, в любом состоянии, в любую эпоху ты останешься всегда верным. Вот я за это и сказал. Да, но дух святой, это уже дальше в этом периоде, дальше крещение духом. Это крещение означает погружение. О чем говорит Серафим Саровский? Стяжание духа святого. Стяжание это не разовый акт. Это вся жизнь. Постоянно. Постоянно и каждый день. Где хочет. И глаз его слышим, но куда приходит и куда уходит, мы не знаем. Не знаем. Потому что дух он постоянно веет, как ветер. Вот у меня чудо, чудо. Позавчера только у меня было внезапно. Такая боль, наступить нельзя. Полдня и опять мгновенно снялась боль, как будто нет. Ни один врач не может определить. У меня все сосуды вчера проверили в краевой больнице. Столько. Ну, провели по всем, по всем, по всем. И температура нормальная. 36,1. Давление 120 или 130 на 80. Ну, как у молодого. Сосуды везде все гладкие, чистые. Нигде нету, чтобы не было синхронности с дыханием. Все нормально. Не могут понять. И мгновенно снято боль, как будто ее не было. А что? Слава Богу. Господь. 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 Я-то мне Господь звонок дал. Я так ролик назвал. Стихотворение Родиона Березова. Это все сигналы. Это смерть и трубы. Слава Богу. Под этим роликом стихотворение его прочитайте. Хорошее. Да, я посмотрел там. Я же смотрю там, печатали. Ну, это мы вот как там на форуме. Как вот беседуют там все у Сережи Кубкова. Да, попутно о форуме. Раньше я на форум легко переносил все. Там убрали эту опцию или что? Почему на форуме сейчас не найду, где как переносить? Я не знаю, но у нас своя вот эта вот, у Сережи Кубкова, где мы разбираем священное описание. Там же выложили. В мой мир легко переносятся. Я пришел, когда 780 роликов в деревне были. И идившись туда и за три дня все перенес в мой мир. Притом не ссылка, а перекачка. А вот на форум я переносил и нет возможности. Я не могу ничего сделать. Спрашивал модераторов, молчат. Администрацию запросил нашу. На моих ресурсах работает. А ответа нету. Понял. Ну, вот так вот. У меня тоже надо обновить мой мир. То я уже месяц, как он у меня закрылся, надо там... Я с ним не пойму, что там надо... А в моем мире у меня 20 тысяч, 555 фотографий. Наших 20 тысяч. Посмотри, какие фотографии. Очень наши фотографии наши. С деревни привезли. Ну, фотографии я-то пользуюсь библиотекой вашей иногда там этим самым. Пользуюсь-то... Мне больше всего-то... Чаще всего симфонии на второканонические книги. А вообще-то тоже посматриваю, читаю кое-что. Ну, знаешь, Сергей, когда я говорю, вот они верят. Я говорю, моя симфония самая лучшая в мире. Ну, как так можно говорить? Дело в том, что все симфонии, какие были изданы, не канонические, а во моих руках побывали, они непрофессионально созданы. Искать очень трудно. Я объединил глагол идти, ходить, прийти в один глагол. Слово идти. И легко искать сразу, ты знаешь. А там по глаголам. Допустим, слово ад. Адом. Аде. А последняя буква забрасывает через целые пакеты других слов. У меня слово ад включает все падежи. Это был трудный материал, большой. У меня интересно. Везде там, ну, два-три корректора, которые там проверяют ошибки-то. А на симфонии 18 было. И бросили, и не могли сделать. Пришлось самому корректировать. 18 человек проверяли. Я ее составлял сначала вручную. Вручную. Какую работу? Вот еду. Электрички. А в электричке-то там сиденья. Тут ничего дальше кверху нету. Я еду. У меня 475 листов. Обыкновенные. Печатные большие это. И я руками выставлял, какая буква за какой. И разложу на все четыре сиденья. Один занимал. А в электричке еду. И потом на 450 страниц рукой отпечатал руками. И сам переплел. Ну это все. 8 экземпляров. А теперь по электронной версии помогли здесь программисты хорошие. И три раза срывалось. Где-то что-то сорвется. И опять начинали по новой. Наконец сделали. Самая полная в мире наша самая лучшая симфония. Слава Богу. А так она не издавалась, да? Нет, такой не было никогда. Я ее сделал каноническое. Самая лучшая симфония Вернигородская. Я знаю все симфонии. И я по ее образцу сделал. Какие буквы, размеры. Вот в чем дело-то. Иногда люди... Вот смотри, я пальцы стал показывать. Вот так вот показал. Мне открыт. А вы показывайте знак Сатаны. Я могу пальцами шевелю и за это привязываться ко мне. Да. Да. Ладно. Это суеверие. Дело в чем. У меня-то трехтомник баптист. Вот эта черная, которую я вам показывал. Ну, другой нет. Я пользуюсь ею. А что, и достаточно. Да. А второканонический, это вот ваше. Вас, вашей пользуюсь, если надо там. И все. Ну, это, конечно, плоховато. Ну, нет, другой. Ладно. Я иногда другой раз в этом, в Яндексе напечатаю там слова, которые знаю. И мне вызвали место из священного писания. Ну, я и так бывает делаю. Если нет. Сейчас можно. Сейчас есть интернет. Можно и так пользоваться. Автороканонических нет. Книг вот так вот. Не выйдет. Не вылезет. Ну, ладно, интернет. Вот у меня с севера просят. Сразу запросили шесть экземпляров. Приехало библейское общество. Я им подарил сто экземпляров. Сто экземпляров подарил. Симфонии. Симфонии? Не канонических. А, так она у вас, вы как ее сами печатали или еще? Она издана у меня. Издана. Издана. В типографии. А, издана? Так это вообще хорошо. Она издана у меня. Что ты, я про что говорю? Это издана в новосибирской типографии. Так это очень хорошо. В твердом переплете с круглением корешка. А это сколько она у вас стоит-то? И как ее? Сейчас минутку я могу сказать сколько стоит. Это мне надо зайти надо. Так, минутку. Это видишь? Ну, ладно, я сейчас это все скину. Тут у меня все открыто. Так. Это мне надо найти вот сюда. Вот. Сейчас я узнаю, по чем надо знать книги. По чем. Это минута буквально одна. Выйдет на это. Крещение книги. Я плохо тут вижу. Почем. Вот нашел. Значит, стихи. 200 рублей. Систематическая симфония на житие святых. 200. Самая полная симфония на механической книге. 406 страниц. 300 рублей. Ну, нормально. В твердом переплете. К истинному православию. Второе издание. 500 рублей. Для слова Божия нет уз. 752 страницы. Твердый переплет. Ламинированный. 700 рублей. И так далее. Ну, 300 рублей. Вот она. Вот. Сергей, сейчас я тебе покажу. Никита поднес мне ее. Он снимает. Плюс пересылка. Ну, хорошая. Вот. Мне такую надо. Вот теперь посмотри, как она издана. Видишь? Ну, отлично. Отлично. Мои книги получили в Америке. И в Америке говорят. У нас, говорит, такие книги даже не издают. Как они изданы. Теперь смотри. Вот я наугад открою Вернигородская. По ее теме. Вот. Как слово предыдущее на другую страницу переходит. Ага. Хорошо. Все. Я мутно. Я мутно. Плохо вижу. Ну, ладно. Ладно. Я плохо вижу. Я одну расширю. А. Во. Ага. На П. Во. Ну, как. Видно, нет? Подходить. Да, подходить. Да, да, да. И эти. Ну, да. Интересно. Подуть. Подходить. Все. Вижу. Как идут главы. Стихи возрастающие. До одной буквы учтено. Какая по алфавиту идет. И какое слово за каким идет. Это очень тяжелый труд. Вот предисловие какое. Посмотри. Как ее куда-то нужно написать-то вам, чтобы ее вы мне прислали. Вот точно. Да. Адрес. Потом переведешь. Смотри. По благословению. Видно, нет? По благословению Евтихия. Евтихия. Это наш епископ. Да. Вот смотри. Я тебе сейчас прочитаю. Предисловие какое. Послушай. Симфония. Вот у православной Библии нету 73 стиха из третьей книги Ездры. Седьмая глава. А они только есть в латинской версии. Я их сюда тоже включил. Который даже в православной Библии нету. Это вообще никто не издавал. Вот смотри. Прочитаю. Симфония-первый наилучший друг и помощник всем, кто любит Библию Господа Иисуса Христа и желает проповедовать. Не миссионерствовать. Проповедовать. Симфония на некадонические книги Библии стала результатом совместного труда группы разработчиков под руководством Игнатия Тихоновича Лапкина. Данное издание выгодно отличается от предыдущих своей полнотою в 2,44 раза полнее самой полной некадонические и удобством пользования. Подготовлено с использованием компьютерных программ для выборки всех слов. То есть на сегодня является самой полной симфонией на некадонические книги. Данная симфония сделана по образцу Вернигородской. То есть слова даются не по падежам и формам. А все формы слова объединены в одну статью. Например, идти, ходить, шел или ад, ада, адом и так далее. Это выгодно отличает нашу симфонию от других и сильно облегчает поиск многих слов. В книгу также включены такие тексты Библии, как 13-14 главы Даниила, молитва монасты, и отсутствующая в Синодальной Библии стихи с 36-го по 106-й а, из 3-й книги Едра 7-я глава. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях, такие как Иоанн Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано повестными соборами и святыми отцами. Владикийский собор, 59-е, 60-е правила. Карфагенский, 33-е, апостольская, 85-е. Капанасию о праздниках. Стихи Григория Богослова и Амфилохия. Это предисловие такое. Да. На наш... Здесь можешь даже по скайпу внизу написать точный адрес, индекс и телефон. И у меня обычно как? Деньги переводят за пересылку, за все, и квиточек показывают. Ну, я и вам так верю. Ну, пересылку я, конечно, приобрешу деньги за пересылку и за книжечку. А у меня, вот, песнь Песней, но это толкование, это самое. О-о-о-о! Редкая книга. Так. Слушай, Сергий, книгу Песни Песней, он, наверное, на ней магистром стал. Отец Геннадий Фаст взял. Он взял всех святых отцов и с каждого взял, и в новозаветнем тоне, у него там почти ничего нету. Вот книга, она где-то 800 с лишним страниц. Это книга столетия. Так и называется толкование на песню Песней. Интересно. А это толкование, это самое, иудейских это. Э-э-э, нет, не пойдет. Это именно новозаветие. Интересно ознакомиться. Ну да, он там как раз пишет. И он график выставляет. Он, допустим, у Яна Златоуста есть две главы. И он так показывает. Ефрема Сирина такая же глава, но только в другом свете показывает. Какие святые отцы, в какое время и какие стихи истолковали, что потеряно. Это вообще супер книга. Надо тоже найти мнение. Вы на Сао Геннадий выйдете, ему напишите город Абакан, Хакасия. Храм... Геннадий Фас. Ну я-то его-то видел. Да, нам надо бы, мне было очень хотелось бы. Так, Абакан, храм Константина и Елены. Осу Геннадий Фас, протеерею. И он получит. У него найдется. Ты заранее скажи, переведу деньги и сделаю. Это книга вообще. Я называю книга столетия. В твердом переплете, кажется, ламинированная там вообще. Нет. Я вот это тоже собираю. Почему? Мне интересно. Вот эта вот песня, она вообще редкое толкование. А с Ефрема Силина у меня 8 томов. 8 томов. Там последние два тома толкования, значит, на Ветхий Завет и на Новый Завет. Ну у него слабоватое толкование. Мне больше... Вы про кого говорите? Про Василия Великого? Нет. Ефрема Силина. А, Ефрема Силина. Ну он же пустынный соловей. У него молитвы на каждое событие. Он в молитвах сильный был. Да. А толкование... Толкование, да. Слабоватенькое такое. У него есть там толкование на Новый Завет, а Евангелие у него на все четыре одновременно. Слабоватенькое. Мне нравится... Нравится... Однажды он во дворе где-то там кирпичики сложил, и что-то готовит. А видом-то он был хороший. И она там из окна выглядывает. Вам, может, чего-то не хватает? Ну, какого кирпича? Он говорит, не хватает. Кирпича этот... Песка цемента, чтобы тебя замуровать там в окне. И он, интересно, говорит, почему женщина красит губы? Наводит... А уже тогда красили, что ли? Уже тогда при нем красили, что ли? Ну, конечно, только красили в черный цвет. А-а-а... Не красный. И он говорит, так... Женщина красит губы для того, чтобы завлечь чужого самса. Я, наверное, сказал в редакции здесь. Она хорошая женщина, но красится. А я ей сказал... А я, говорит, Затауз, говорит, если Бог не дал тебе красоты, то на полтинник ты ее не купишь. Твое в безобразии еще больше будет видно. Она на меня разобиделась, года два не разговаривала. Ну, вот. Я говорю, у нее сказали, 4-й, 5-й век. Ну, чего ты обижаешься-то, Людмилушка? Ну, наконец, восстановили отношения. Работник нашей центральной губернской газеты. Ну, что ж, вот, ну, мирские люди, они по мирские мыслят и думают... Мужу это не надо. Как Макар Нагульнов говорил на ложку, я тебя всякую знаю, раз она его жена. А это завлечь чужого самса. Как щетка и ясно. У него хорошее, прямо сильное слово о втором пришествии. Как он плакал и говорил, братья, об этом. Мы это засчитали... У меня 8 томов, полное собрание. 8 томов. А я считал 6. Может быть, другое издание? 8 томов. Вот оно у меня есть. Не надо, не надо. У меня было только 6. Это, видимо, они толще, более... Переиздали, переиздали, да. Там Иоанна Златоуста 24 книги. Ну, 12 томов его. Ну, книга, 25 книг. 12 томов, 25 книг. Но у меня... Да их 13 томов. А Златоуста 12 и том разбивается на 2. Книг-то 12. 13, но томов 12. Ну, да. И, в общем, я в 25 книг их вообще такой. Ну, у меня денег нет таких хороших. А на этой я нашел на одной выставке там 3 с чем-то тысячи. 8 томов приносили. Я взял. Потому что, ну, нужно это для дома там. И жене читать пусть там она... А мне толкования нужны. Толкования я смотрю там. Вот толкования на откровение. Лучшего толкования, чем собрал отец Геннадий Фас, я не знаю. Я все толкования пересчитал. И поэтому я его включил в трехтомник Нового Завета у нас. Вот. Вот толкования, это Андрей Кисарийский. Да. На основании его. Он берет всех святых отцов отец Геннадий. С опровержением самых современных лжетолкований. Вот чем ценно. Ну, хорошо бы посмотреть тоже. Вот, знаете, у меня отца Геннадия Фаста одна только книжка есть. Но и то она такая не толстая, как брошюрка. Вот. А вот эти две серьезные книги, которые вы говорите. Толкования на апокалипсисы, толкования на песни-письме. Он интересно. Приехал к нему Андрей Кураев. Ну и там Новый Завет. А у меня в третьем томе это 400. Каждая книга 752 страницы. А 430 это только на толкование Нового Завета. От апокалипсиса. Вот чтобы от Матфея с откровением, это впервые ездило в одном комплекте. Трехтомник. Он попросил. Отец Геннадий говорит, у меня нет. Он направил ко мне. Он приехал сюда. Этот. Андрей Кураев. Угу. Ну и теперь у него все книги есть. Угу. Угу. А у меня еще есть толкование на апокалипсисе. Это там тоже многие святые отцы. Они не только Андрей Кисарийский. Это значит и издание дореволюционной казанской академии. Духовной. Казанской. Она у меня тоже есть. Большая такая книга. Вот. Есть. Ну. Геннадия Фаста интересно бы тоже посмотреть. Ну. Пополучить. Не посмотреть. Когда ты его прочитаешь, у тебя все остальные книги сдвинутся. Это Маргарет Тэтчер, когда советский там у нее был. А там как идешь, говорит, на выход. И премьер-министры все. И дальше места нету. Дальше лестница. А где, говорит, ваш портрет будет? Она говорит, а я их всех подвину туда вниз. Так и труды отца Геннадия. Которые он и знает. Все остальные там дальше. Он берет всех. Всех, какие были до него толкователи. Правильно. 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 Я тоже люблю так посмотреть. И сравнить люблю. Но вот когда у тебя стал Рашид читать. Все-таки, конечно, толкование у иудеев, оно очень плотское. Смотришь. Даже местами похабное. Оно. Ну так нельзя говорить. Ну, по сравнению, например, с Кириллом Александрийским, я очень его люблю. Хоть вы как бы говорите, что он конфликтовал со Златоустом. Вот. Немножко недолюбливаете. Но толкование я его очень люблю. Вот. Его толкование мне нравится. Они вот не стареющие. Не стареющие. Они вот, если подумать, и сейчас они вот актуальны и многое объясняют. Ладно. Ты книжный человек. Я понял это. Я попрошу тебя. От меня одну просьбу. Прими. Поищи по книгам. По книгам поищи. Какие святые отцы. Ну, как Григорий Невский, я тебе скажу. Для затравки. Понимали, что дух святой исходит от отца и от сына. То есть в католической версии символа веры. Какие еще святые отцы говорили? Половина почти святых отцов понимали именно так, как католики в символе веры. Афериокли, то есть не по нашему. Ну, конечно. То есть дух святой исходит не только от отца, но и от сына. Понимали, святые отцы, которые у нас канонизированы. Мне нужно узнать, кто они все. Выписки оттуда сделать. У меня только один есть, Григорий Невский, брат Василия Великого. Поищу, посмотрю. А я еще нашел. Вы же знаете, что у меня вот это... Ну, есть Евангелие и есть полностью Библия. Она вот эта старообрядческая еще. Ну, 1585 год. И Иоанном Федоровым издавалась. Она называется, это Астрольская Библия. Да. Так вот, первое послание Иоанна, там 5 глава, где говорится вот о троечности. Вот в Елизаветинской Библии, у нашей, которая в православной церкви читается, там говорится трое свидетельств на небе, Отец и Дух Святый. И трое свидетельств на земле. А вот в этой Библии говорится как по-гречески, не по-нашему. Здесь говорится, ибо трое свидетельствует, ибо трое свидетельствует, и все. И на этом заканчивается 7 стих 5 главы. Там этого нет. Вот я сейчас вам... И так, что в Астробрядческой Церкви читается по-другому. Да ладно, Сергей, отпусти меня, я отхожу сейчас. Мне надо уйти, благодарю. Ну, обидно, конечно, но спасибо. Я знаю это. Я там смотрю, русский язык взят с оригинала, а не с прокладкой греческой. Вот и весь ответ. Ну да. Ну, спасибо. Нет, вот одна Библия такая, поздняя, а вот ранняя она с греческой. Так, ты знаешь слово такое, сарафанное радио, что означает? Ну, сплетни. Сплетни. Вот, допустим, сидит 20 человек, и каждый на ухо говорит предложение одно, другой другому передает. И когда туда пришло, а даже понять не может, неужели я это сказал. А вот когда один к одному договорит громко, тогда понятно. Синодальный перевод, непревзойденный перевод, лучшего перевода в мире даже нету. И поэтому его издавали до революции, за границей. Здесь передают, здесь баптисты издают, здесь сектанты, даже еретики, кроме свидетелей Ягова. Так что, синодальный перевод неприкасаемый. Он прямо переведен с оригинала. Так, отошел. Ну, ладно. Спасибо, Господи. Сегодня будете на это? А? Игнать Тихольевич, еще один вопрос. Сегодня будете на разборе слова-то? А я всегда и буду. А то у вас в последнее время нет. Нет, это означает, я не показывался, а я все слышал. А, ну понятно. Я хочу, чтобы вы самостоятельно научились работать. Я подготавливаю вас к этому. Но сегодня я могу выйти. Ну хорошо, ладно. Спасибо, Господи. Слава Иисусу.